Приветствую вас, и вы знаете, вот я прочитал ваше сообщение, и проблема, которая у вас есть, она безусловно возникла не вчера, она безусловно возникла не сегодня, и у нее есть некоторые свои определенные, ну скажем так, определенные причины. И вот на самом деле именно эти причины и нужно вам прорабатывать, потому что если говорить только о том, что вам происходит сейчас, то можно, конечно, стараться как-то вам помогать, как-то подсказывать поведение в тех ситуациях, в которых вы оказываетесь, но на самом деле вряд ли это вам как-то поможет. Чтобы иметь полное представление, наиболее полное представление о вашей проблеме, хочу начать, пожалуй, вот с чего. Есть два взгляда на возможные ситуации, и первый взгляд это непосредственно связанное с вами, то есть с вашими расчищениями, и второе это то, что связано непосредственно с тем, почему люди говорят именно так, а не иначе. Начнем с того, что вы реагируете на негатив, а вы реагируете на негатив, болезненно, остро, в купе. С этим вы также не желаете, не хотите чувствовать себя в негативной ситуации. Вы стесняетесь иногда своего внешнего вида и хотите, чтобы все было идеально, чтобы вы выглядели хорошо, чтобы люди не видели, в каком месте, например, вы живете. Вот этот момент является здесь ключевым. Во-первых, почему вы стесняетесь того места, где вы живете? Оно вас не устраивает по каким-то причинам? Оно вызывает у вас негативные ассоциации? Почему вы, собственно говоря, этого места стесняетесь? И почему вы не можете его поменять? То есть, допустим, вы хотели бы изменить место своего проживания, но не можете этого сделать, потому что нет соответствующей возможности. Соответственно, если такой возможности сейчас нет, то вам нужно либо активно думать на тему того, как сменить место своего проживания, либо просто-напросто принимать его таким, какой он и есть, понимая, что ни место проживания, ни точка дислокации определяет человек. Следующий момент, который нужно сказать, заключается в том, что вы хотите выглядеть идеально, не желаете, чтобы люди видели вас некрасиво. Хотите, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы выглядели просто безупречно. Соответственно, не скажет мой вопрос, а почему вы так себе не уверены? Почему вы так боитесь, что люди заметят вас, когда вы находитесь в ней в очень хорошей, скажем так, форме? Откуда это неуверенность в себе? Скорее всего, она идет и с детства, и если это действительно так, то причины кроются в ваших детско-родительских отношениях, когда родители научили вам вот это самое неуверенность, не совсем научили вас, скажем так, любить себя, не совсем научили, скажем так, уважать себя и так далее. Причем делать это достаточно безусловно, просто потому, что вы есть. И вот это вот ваша фраза, что вам важен внешний вид. Важен настолько, что вы прямо боитесь, прямо опасаетесь того, что что-то будет не так, говорить о вашем мнении в себе, о вашей неуверенности в себе и так далее. И когда люди говорят вам негатив, вы подсознательно где-то чувствуете, что тот негатив, который поступает извне к вам, так или иначе задевает ваше отознание самой себя, так или иначе задевает то, что вы о себе думаете, и вы начинаете сомневаться, вы начинаете невольно думать о том, а не прав ли тот человек, который, например, вам говорит какой-либо негатив. И именно вот это вот пересечение определенного мнения о себе с тем, что о вас думают другие люди, то есть вот как бы ваше допущение того, что они не могут быть правы, ваше недостаточно уверенность в себе, отсутствие подтверждения во внешнем мире того, что эти люди не правы, а подтверждения, как правило, связываются непосредственно с тем, например, что вы имеете определенные достижения в жизни и так далее. Все это рождает у вас обиду, потому что обижается человек лишь тогда, когда он не уверен в себе, лишь когда у него есть какие-то внутренние страхи, которые задеваются этими людьми, говорящими вам негатив. Потому что если человек уверен в себе, если он четко знает и себе цену, если он четко знает и что он из себя представляет, и кто он такой, то вряд ли мнение других людей как-то будет его задевать. Напротив, ему на это мнение людей будет все равно, но при этом он будет относиться к нему достаточно критично, чтобы стараться извлечь какое-то зерно истины из того, что ему говорят люди. В вашем случае вы не извлекаете зерно истины, не относитесь к критическому тому, что говорят люди, то есть вы просто обижаетесь, злитесь и так далее. И в этой ситуации, в этом аспекте вам помогут два момента, два направления. Первое направление – это, собственно говоря, проработка причин своей неуверенности в себе, в одном и внутренних комплексах и так далее. А во-вторых, это понимание того, что люди, когда вам что-то говорят, никогда на 100% правыми не бывают. То есть всегда есть как доля инстинговых словах от счастья, то есть то, что можно использовать для собственного развития. Так и доля субъективности в их словах, на которую обращать внимание, вообще говоря, совершенно не стоит. И вам нужно учиться, конечно же, учиться, различать вот эти вот моменты. Моменты, которые вы можете взять, допустим, себе на вооружение, да, моменты, которые вы можете взять для того, чтобы быть более развитой, чтобы развиваться, прогрессировать и так далее, да. Либо, собственно, смотреть на людей, как на субъективных, так сказать, представителей социальной жизни, которые имеют узкий взгляд на вас и не знают вообще, о чем они говорят, судя только о том, что видят. И здесь мы подходим плавно к тому моменту, когда мы рассматриваем уже не ваш субъективный аспект, то есть то, как мы воспринимаем окружающих людей и почему, а мы говорим сейчас о том, почему же люди сами так себя ведут. Что заставляет их, например, говорить вам негатив? Все заставляет их, например, как-то, ну, обижать вас, да, и так далее. Почему они, например, не в них варят вас, почему нам не пытаются там чему-то научить, допустим, и так далее. Лучше, полное, более полное понимание этого момента поможет вам также менее болезненно реагировать на данные ситуации. Пожалуй, начать стоит с того, что каждый человек обладает определенным уровнем внутренней гармонии. И если у человека этой гармонии внутри себя нет, если человек испытывает какой-то дефицит в неких благах, ну, в своих благах, я надеюсь, тут понятно, да, то, естественно, у такого человека будет иметься негатив, негатив внутренний, негатив, который человек так или иначе будет выразить на вас. И вам нужно понять, что от хорошей жизни, от позитивной жизни, ну, вообще от позитива, человек не будет, не станет генерировать вам какой-то негатив. Потому что у него не будет для этого достаточных стимула, у него не будет для этого достаточных муществ, у него не будет достаточных мотивов для того, чтобы генерировать вам негатив, чтобы проявлять его. А раз человек это делает, значит, ему это нужно. То, что вам нужно понять, главное, что вам нужно понять, это то, что в каждый раз, когда люди негативно на вас как-то реагируют, они действуют, исходя из своих потребностей. Это нужно тому, кто это делает. То есть это нужно людям, которые генерируют негатив. Вам. И момент, такой сразу это им нужно, значит, они делают это для себя. То есть они преследуют свои цели. У них нет стремления, например, чему-то вас научить, допустим. У них нет стремления, что-то там вам показать. Эти люди просто хотят самоутвердиться за ваш счет. Вникает вопрос, а почему эти люди хотят это сделать? Да потому что им это нужно. А раз им это нужно, значит, они ведут диалог не с вами, а с собой. Когда они так говорят, они разговаривают не с вами, а с собой. И вы для них лишь средство. А, соответственно, и воспринимать то, что они говорят, нужно именно так. Как переходный момент в достижении ими собственных целей. И это ни в коем случае не направлено лично на вас. К счастью. Это именно обусловлено лишь только проблемами людей. Проблемами того, что у них есть. И к вам это не имеет абсолютно никакого значения. Вот именно так вам нужно эту ситуацию воспринимать. И работа в этих двух аспектах поможет вам более адекватно, менее болезненно воспринимать, что, как вам проявляют себя люди. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.